Друзья, всех приветствую! С вами снова Елена. Хочу с вами сегодня провести эксперимент. Сначала хочу рассказать, что за эксперимент и зачем он мне. Я вчера очень много времени потратила на то, чтобы найти хоть какую-то информацию по этому поводу. Мне отдали бесплатно вот такую пластику. Цернит керамика. Белая. Она была изначально вот в таком состоянии. Кусок был целый. Я его уже начала измельчать. Собственно, в интернете я вчера потратила очень много времени, чтобы хоть что-то найти. Состав этой пластики я не нашла. Но по ощущениям, по моим личным, это примерно мел, бумага и какой-то составляющий клеевой. Возможно, ПВА, возможно, силикатный клей. Я не знаю точно. По ощущениям, примерно такое. В интернете облазило очень много разных сайтов и каких-то творческих, и где куклами заниматься, и промышленных сайтов. Так я не нашла ничего, никакой информации. Только на одном сайте, на ярмарке мастеров, в одном из блогов, девушка писала тоже о такой проблеме, что у нее засохла пластика, что делать. И хочу сказать, например, не каждый может с такой ситуацией столкнуться, и может появиться вопрос, а зачем вообще ее возрождать? Можно просто выкинуть. Но хочу сказать, что стоит она недешево. То есть, например, вот у меня тоже скоро появится DIY по возрождению пластики для флористики. Глина для флористики, там глина довольно дорогая, и понятно, что люди пытаются ее восстановить. Тоже, кстати, интересный DIY будет. В данном случае эта глина стоит примерно столько же, то есть плюс-минус, в районе 300-400-500 рублей. Так зачем эти деньги выбрасывать? Ну, в моем случае я эти деньги не тратила, тратил другой человек, но я попробую ее вернуть к жизни. Вот, и вот в этом блоге, на ярмарке мастеров, девушка спрашивала, что ей делать с этой глиной засохшей. И там много ей советов давали. И в основном были, ну как несколько советов были теоретические, что вот можно сделать вот так вот, Но никто не знает точно, будет какой-то результат или нет. Но советуют сделать так. И мы с вами сегодня сделаем так. Итак, друзья, что же нам понадобится? Собственно, глина. Я просто беру макетный нож. Вот здесь я уже начала это делать. Берем большую емкость. И просто ножом, как бы, делаем такую стружку. Скоблин, так сказать. Со всех сторон, как-то, ну, стараемся кусок измельчить. И так, друзья, вот так вот я измельчила полностью кусок. У меня тут уже большая емкость заполнена. И я сюда пересыпаю остатки. Хочу сказать, что на ютубе я тоже не нашла никаких видео, в которых бы люди пытались восстановить эту пластику. Эту глину. Пардон, не пластику, а эту глину. И сейчас я уже поставила, нам потребуется кипяток. Я уже поставила чайник. Будем заливать это кипятком. И нам потребуется ложка, которую мы не едим. Это такая промышленная ложка. Хочу сказать, что затрат никаких не нужно. Только силы и желания, наверное. И все. То есть, ничего дополнительно покупать не нужно. Нужна только емкость. Это есть в каждом доме. Нужна ложка. Нужен макетный нож. И, собственно, кипяток. И сейчас у меня скипит чайник. И мы будем с вами пробовать. Итак, друзья, у меня скипел чайник. И давайте же начнем наш странный эксперимент. И, знаете, мне нравится результат. Так, почему, пока, пока. Продолжение следует... Получается, пока вот такая каша, она еще измельчилась в этой самой, во влажной среде. Думаю, что я сейчас, может быть, солью лишнюю воду и осталась. Хотя, вот она как-то впитывается, что ли. В общем, сейчас еще помешаю немного, накрой крышкой и оставлю на сутки. Я буду периодически заглядывать туда, помешивать, а потом мы с вами увидимся и я покажу вам результат. Стоила ли игра свеч или нет. Итак, друзья, у меня прошло 2 недели ровно. Каждый день на протяжении 2 недель я сливала отстоявшуюся воду, перемешивала и как бы взбивала ложкой вручную эту массу. Сейчас она вот такая, вот мне очень нравится ее состав. Мне кажется, мне удалось вернуть ее к жизни. И я подготовила вот такую форму. Мы сейчас сюда ее переложим и завернем в пленку. В дальнейшем можно будет вполне ею лепить. Я просто хочу, чтобы она имела такую форму брикета. Результатом я очень довольна. Я не надеялась, что можно вернуть эту глину к жизни. Но, по сути, это то же самое, как обычная глина природная, которую достаточно просто намочить и она придет в свою первоначальную форму. Ну, естественно, если ее не обжигали, эту глину обжигать не нужно. Вот такой у меня получается брикет. И завернем пленкой. Результатом я довольна, опять же повторюсь. Не ожидала, что, возможно, будет настолько восстановить ее. Она немножко еще подсохнет, естественным путем. И, когда она будет уже более податливая, я начну из нее лепить. Может быть, даже мы с вами вместе будем что-нибудь делать. Вот. Сейчас просто заверну пленкой. В таком виде оставлю ее на неделю. Потом достану и посмотрю, в каком она будет состоянии. Поскольку банк у меня без крышки, поэтому заворачиваю в пленку. Вот. 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 И вот в таком виде я поставлю ее в прохладное место. Но не там, где слишком сухо. То есть не на батарею, чтобы она опять высохла. Можно поставить в холодильник, кстати говоря. Вот. И где-нибудь на нижнюю полку, где овощи. Можно просто на столе. Если у вас влажность в квартире, то можно оставить как бы на столе. Если у вас сухо в квартире, то лучше тогда в холодильник убрать. И, в принципе, вот такая вот глина получилась. Я очень довольна результатом. Так что, если у вас есть засохший кусочек глины, самозатвердевающий, то можно попробовать ее реанимировать. И вполне пользоваться. Не расстраиваться из-за этого. Такой у меня результат. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Мне будет приятно. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующих диайваях, мастер-классах, влогах и так далее. Пока-пока. Продолжение следует...